Здравствуйте! Вы смотрите «Диалог», о помощи, которую оказывает людям Красный Крест. Будем говорить сегодня. Присоединяйтесь к нам. Алла Викторовна Смоляк, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста. В 2007 году окончила Белорусский торгово-экономический университет по специальности экономика и управления на предприятии. Трудовую деятельность начинала в 1990 году помощником воспитателя в детском саду. Работала на стеклозаводе «Неман» и в структуре гомельского предприятия «Облторгсоюз». В 2001 году возглавила Новобелецкую районную организацию Белорусского общества Красного Креста в нынешней должности с 2003 года. Работает в составе постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации Красного Креста, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Алла Викторовна. Здравствуйте. Май для вашей организации – месяц особый. Традиционно в это время проводится месячник Красного Креста. Но в этом году менять свои планы пришлось, наверное, всем. Я думаю, что Красный Крест, к сожалению, не стал исключением. Как расставили приоритеты? Ну, в соответствии с Советом Министром, месячник Красного Креста, он уже проходит более 45 лет. И именно с 8 мая по 1 июня мы, конечно же, строим планы на вот этот месяц, который уделяется именно нашим бенефициарам. Это люди, которые в этом нуждаются. Поэтому, конечно же, мы строили огромные планы, мы писали проекты. Но, к сожалению, в условиях вот теперь пандемии, ковида, многие наши планы, замыслы, все остались позади. И мы сейчас, конечно, перекинулись на профилактическую работу, на помощь людям, которые больны, на помощь медицинским работникам, социальным работникам. Ну и, конечно же, включились в нашу работу не только сотрудники, но и волонтеры. Мы об этом позже поговорим, а пока хотелось бы отметить деятельность сестер Милосердия Красного Креста, потому что в мае отмечается Международный день медицинской сестры. Он установлен в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, которая, собственно, и разработала стандарты работы медицинских сестер. И в честь нее утверждена награда, которая имеет очень высокую ценность и значимость во всем мире. И у нас в области есть ее обладательница этой медали, Флоренс Найтингейл. Расскажите, пожалуйста, об этих женщинах. Ну, действительно, с 1912 года данная медаль установлена Международным комитетом Красного Креста и Красного Полумесяца. И с тех давних времен награждались самые достойные медицинские сестры Милосердия. И, конечно, было бы неправильно сказать о тех двух женщинах, которые во время Великой Отечественной войны, это Софья Васильевна Голухова и Мария Фанасьевна Грачук, которые тоже удостоены, это наши уроженки Гомельской области, были удостоены данной медали, медали Флоренс Найтингейл. Это люди своим героизмом в годы Великой Отечественной войны оказывали помощь раненым. В наше время, в мирное время, есть такая у нас в области обладательница данной медали, это наша Гейцева Ольга Адамовна, не менее героическая женщина, у нее единственная запись в трудовой книжке, это Мозырская районная организация Красного Креста, и она была удостоена этой великой награды. Конечно, к Дню Медицинского работника мы тоже отмечали его, так как у нас трудятся в службе допомога наши медицинские сестры, младшие сестры Милосердия, и ухаживают за тяжело больными людьми. И отрадно отметить, что в этом году мы удостоили награды Отличника здравоохранения, главную медицинскую сестру, нашу Елену Григорьевну Тимошенко, Отличника здравоохранения. Также наши медицинские сестры отмечены грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения. Алла Викторовна, какие обязанности у сестер Милосердия Красного Креста? Обязанности. Можно сказать, что они сочетаются с теплотой их души. Это высокие профессионалы своего дела. Это люди, которые посвятили себя делу Милосердия. Они все имеют образование медиков. Но еще и большое сердце. И каждый подопечный, который находится у службы сестер Милосердия Красного Креста, он, конечно, немощный, он одинокий. К этому человеку, можно сказать, кроме медицинской сестры, либо младшей сестры Милосердия, ну, я не оговорюсь, мало кто открывает дверь. И это, как они говорят, ангелы в белых калатах, и они ждут их ежедневно. Они ждут их, чтобы провести какие-то манипуляции, чтобы просто поговорить. Ведь доброе слово лечит. И у нас на обслуживании у 33 сестер Милосердия, у нас у каждой по 10 человек. То есть это, ну, представьте, это 300-400 больных, которых они обслуживают на постоянном медицинском уходе. Всего чуть более 30 медицинских сестер, да, работает? И на них такая нагрузка. Огромная нагрузка. И они порой не считаются своим временем, рабочим, личным временем. Они их досматривают, они делают все возможное для того, чтобы люди оставались довольны. Доброе сердце и готовность делиться своим теплом. Такие качества отличают тех, кто готов тратить свое время на благотворительность. Порассуждать на эту тему мы предложили гомельчанам. Надо заниматься всегда, но при этом соблюдать желательно все предосторожности. Вот мой ответ. Ну, я думаю, у кого много денег, по-любому должен заниматься этим. Ну, помощь. Помощь адресная должна быть. Я думаю, что врачам в первую очередь. Всем, кто сидит дома в изоляции, конечно, всем надо. А благотворительностью надо заниматься всегда. А чем им можно помочь, кто сидит в изоляции? Ну, как чем? Они сами заказывают. У меня соседка заказывает продукты, ей привозят. А благотворительностью нужно заниматься, потому что очень много есть деток, которые страдают какими-либо заболеваниями. И в это время, я думаю, их тоже нужно поддерживать и давать им шанс на выживание. Но с безопасностью. То есть маски, антисептики и все возможные меры предохранения. Конечно, надо помогать. Надо помогать, в первую очередь, ну, не знаю, молодым семьям, скажем так. Потому что, если, допустим, человек, который, ну, отправлен за свой счет и не может работать, как бы, а у него семья, ему, конечно, тяжело. Конечно, нужно помогать. Ну, не только молодым семьям, но, наверное, и пенсионерам. Тоже пенсии небольшие. Я считаю, что, конечно, нужно помогать. Врачам надо помогать. Они очень много делают для больных людей. Я никому не помогаю, не знаю. Я не знаю. Ну, надо всегда заниматься благотворительностью, мне кажется. А кому помогать, в первую очередь? Медикам, пенсионерам. Кто его знает, кому помогать? Всем надо помогать. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе областной организации «Красного креста». Мы работаем в прямом эфире. 340-043, номер телефона. Присоединяйтесь к нам, если у вас есть какие-то вопросы. Алла Викторовна, мы задавали людям на улицах вопрос, нужно ли заниматься благотворительностью в условиях пандемии COVID-19, получили ответы. Какую позицию вы разделяете? Ну, вот бабушка сказала, я не знаю, кому помогать. Я тоже склоняюсь к мнению, что если ты не знаешь, кому помочь, и адресно помочь, значит, нужно прийти в организацию «Красного креста», и мы расскажем людям, чем мы занимаемся, какие направления деятельности, а что уже будет по душе человеку, будет ли он заниматься благотворительностью для пожилых людей, для детей, либо для домов-интернатов, либо для больниц истринского ухода, мы подскажем. А может, это просто, если это студент, он не знает, куда пойти, какая ему нужна именно направление этой деятельности. Тоже есть такие молодежные проекты у нас, всякие. То есть благотворительностью у нас есть лозунг «Красного креста». Значит, помоги нам помочь другим. И в этом все сказано, потому что многие люди в ответе, можете ли вы заниматься, они не знают. Я не знаю, как. Вот. Мы подскажем. Обратитесь в «Красный крест», и мы всем подскажем, как сделать. Желают адресно помогать. Мы расскажем, по каким адресам. Но иной раз люди хотят получить помощь именно от организации, потому что они нас знают, ежели от какого-то физического лица. Здесь тоже может быть проблема. Алла Викторовна, какие обязанности на себя взяла крупнейшая гуманитарная организация Международного общества «Красного креста» в это время, которое для всех непростое в условиях пандемии? Ну, конечно, в соответствии с уставной деятельностью белорусский «Красный крест», он непосредственно и занимается пропагандой, профилактикой. А если в случае пандемии либо каких-то других вспышек, то мы приходим на помощь. И у нас формируется для этих случаев чрезвычайный запас у белорусского «Красного креста». И когда вот такие вызовы жизненные случаются, мы не остаемся в стороне. Во-первых, это деньги «Красного креста», именно непосредственно белорусского «Красного креста». Затем у нас есть много соглашений с другими национальными обществами, в том числе «Датский Красный крест», «Швейцарский Красный крест», «Немецкий Красный крест». И мы, конечно же, взаимодействуем с нашими коллегами из-за границы. В связи с этим и, собственно говоря, есть определенные результаты. Когда только началась эта пандемия, мы развернули очень огромную информационную кампанию, что помогло нам упредить, а может быть даже где-то исключить вспышки заболевания, потому что наши люди были информированы. И главное, было меньше паники. То есть это среди подопечных «Красного креста», среди тех людей, тех категорий, с которыми обычно работают. И не только, Ольга. Дело в том, что мы изготовили очень много буклетов информационных, и мы расклеивали в местах массового скопления, на остановках, в лечебных учреждениях, поликлиники, больницы. Мы передавали на районы, это даже в клубах, на почте. Вот где скопление людей, магазины. Мы везде, значит, как не заразиться COVID-19. Все случаи, которые, вот я же говорю, в начале всего информация была, а потом уже деятельность. Сейчас какая помощь наиболее востребована? Ну, наиболее востребована, правильно подмечено, что пожилые люди. Они в зоне риска. Пожилые, инвалиды. И поэтому мы, конечно, сосредоточили свое внимание на этой категории граждан. И нам помогают социальные работники, нам помогают наши волонтеры. Непосредственно в каждом районе, в каждом поселке есть добровольцы, которые пришли к нам на помощь. Это наши постоянные волонтеры. Они прошли обучение, специальный алгоритм взаимодействия с той или иной структурой и выработали определенный механизм поведенческих особенностей с пожилыми людьми, с инвалидами. Поэтому у нас это плановая работа, она ежедневная, такая кропотливая. И мы знаем своих бенефициаров. Спасибо большое, Алла Викторовна. Как раз в продолжение этой темы я предлагаю посмотреть сюжет. Рабочий день у сотрудника медико-социальной службы Красного Креста Веры Демчихиной по минутам не расписывается никогда. Подопечные у нее люди преклонного возраста, к тому же одиноки. Могут попросить и в магазин сходить, и порядок в квартире навести. Нина Николаевна, здравствуйте. Я к вам пришла, принесла ваш заказ, продукты и принесла ваши лекарства. Вот что вы просили, продуктики все. В этот раз Вера Демчихина пришла к 78-летней Нине Голубевой. Вообще, к своим подопечным сотрудник медико-социальной службы обычно приходит через день. Однако при необходимости посещения становятся регулярными. На этот раз одиноко проживающая пожилая женщина просит измерить давление и температуру. В таком возрасте хвастаться хорошим здоровьем уже не приходится. Хотя на этот раз все показания оказываются в норме. Еще одна просьба помыть посуду на кухне. Вера Демчихина говорит, что это обычное дело максимально помогать своим подопечным. По полтора, по два часа. Когда кто-то тяжелейший, два часа, кто-то, значит, полтора часа. Но больше часа всегда провожу. Меньше не получается. Потом, если там надо, куда-то свозить на консультацию. Я, значит, заказываем такси и едем на консультацию. В кардиологический центр, например, или к аллерголову. Вот такая работа моя. Среди активных помощников сотрудников Красного Креста волонтеры. В Гомельской области их сегодня 158 человек. Педагог-организатор 22-й Гомельской школы Енина Горбачевская одиноких людей посещает в свободное от работы время. Все-таки им не хватает больше общения. Вот мы тоже недавно были у пожилой женщины. Она инвалид второй группы, но хоть и было как-то... Она очень обрадовалась, что к ней вообще пришли, что не продуктом она обрадовалась, а то, что пришли живые люди и поговорили с ней. Вначале в аптеку за заказанными лекарствами, потом к пенсионерке Раисе Куколевой. Из-за болезни женщина уже не может самостоятельно посещать магазины и медучреждения. А поэтому помощь Красного Креста как нельзя кстати. Волонтеры и социальные работники с удовольствием приходят в эту квартиру. Ведь несмотря на свои многочисленные заболевания, Раиса Куколева настолько позитивный человек, что общение с ней всегда улучшает настроение. Люди познаются в беде. Это действительно так. Друзья, подруги, вот Красный Крест, девочки, спасибо. Всем, всем скорой помощи начинаю с диспетчера. И для всех я тоже всегда благодарна. Всегда позвонишь. Ну, правильно, конечно, я понимаю, работа работой, но отношения и внимание, когда... Понимаете, настолько я сама всю жизнь проработала с людьми, и я это понимаю, я это ценю. И еще одна новость от областной организации Красного Креста в период эпидемии коронавируса. Здесь начали снимать фильмы о том, как правильно оказать первую медицинскую помощь при различных заболеваниях. Еженедельно новое видео загружается на YouTube-канал организации. Вы смотрите «Диалог», член Совета Республики Национального Собрания Беларуси, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Викторовна Смоляк сегодня у нас в гостях. Алла Викторовна, получается, что количество подопечных у Красного Креста серьезно увеличилось в этот период, потому что, конечно же, всем пожилым людям, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, лучше оставаться дома, и хорошо бы, чтобы продукты и лекарства кто-то им приносил. И это на себя взяли волонтеры, замечательные ребята. Да, действительно, они с большим сердцем, это волонтеры Красного Креста, как в городе Гомеле, так и в Гомельской области. И вы знаете, отрадно отметить, что эти волонтеры, некоторые были уже в организации, но некоторые пришли к нам впервые именно вот из-за пандемии, из-за этой болезни, и стали настоящими волонтерами, которые, я думаю, что если когда вот этот кошмар весь закончится, они продолжат свою деятельность у нас в организации. Эти люди, они совершенно бесплатно приходят, им дают задания, дают адреса, и они доставляют продукты питания, рецепты, лекарства. И я хочу сказать, что за это время вот нашей работы где-то тысяча, вот я готовилась к передаче, где-то тысяча пятьсот услуг уже оказана по всей облаще нашими волонтерами Красного Креста. И пожилые очень довольны, что к ним приносят продукты питания, им не нужно выходить из дому, где-то искать. Ну, всякие капризные бывают, но ничего, мы справляемся и доставляем им продукты, те, которые они желают. Очень удобно, чтобы не выходить из дому, значит, заказать рецепт у врача. Затем этот рецепт мы забираем у врача и приносим лекарства уже на дом. Многие люди, которые одинокопроживающие, малообеспеченные, уже получили и продукты питания от Красного Креста. То есть их было небольшое количество, но самые такие, от которых маленькие пенсии, социальные, мы им, конечно же, помогаем. Это инвалиды первой, второй группы, вот люди, которые нуждаются в нас и которые не остались без внимания наших волонтеров. Волонтеры делают великое дело, по сути, они спасают чьи-то жизни и чье-то здоровье от потенциального риска, но при этом как вы защищаете их самих? Ну, вы знаете, что мы об этом подумали. Каждый сотрудник Красного Креста, каждая медицинская, младшая, также и волонтеры, у нас есть страховки индивидуальные, которые, значит, в случае возникновения болезни, например, или у сотрудника, или у волонтера, он застрахован. И если, не дай бог, случается уже с ним данное заболевание, то он получает выплаты по страховому полису. Какова ситуация на данный момент? Были ли такие случаи? Вы знаете, у нас в Гомельской области, слава богу, не было, но вот сегодня мы каждый понедельник проводим видеоконференцию с руководством в Минской области. Два сотрудника Красного Креста уже заболели коронавирусом. Будем надеяться, что это пройдет легко. Это заболевание, ну и можно быть уверенным, что точно эти люди не останутся один на один, без помощи, потому что тот, кто так делится своей добротой, я думаю, что вправе рассчитывать и на такое же отношение к себе самому. Алла Викторовна, очень большую, кроме этого, часть работы вы взяли на себя по поддержке медперсонала и по помощи больницам нашего региона, потому что медики это герои сегодняшнего дня, люди, которые забыли, что у них вообще есть какая-то жизнь, кроме работы, и которые тоже, спасая других, очень рискуют собой и собственным здоровьем. Вы доставляли в больницы и медоборудование, и маски, и защитные халаты, и даже питьевую воду. Вот средства, на которые все это приобреталось, это помощь неравнодушных людей? Я уже в начале передачи сказала, что у нас есть определенный фонд Белорусского Красного Креста, где аккумулируются деньги, которые поступают из областных организаций, но в свою очередь могу сказать, что у нас есть и национальное общество, которое нам помогли, особенно штаб-квартира наша в Швейцарии. И здесь наши такие крупные компании, как и ПАМ, Кока-Кола, наши по производству воды, нам тоже помогали. Плюс еще есть площадка имена, где тоже ввелся достаточно большой сбор денежных средств, и ни много ни мало, это 2 миллиона белорусских рублей на счету Белорусского Красного Креста. Уже, конечно, полтора миллиона мы потратили, обеспечивая больницы, медицинские учреждения, дома-интернаты, просто пожилых людей. Мы покупаем просто нашим подопечным антибактериальное мыло и обеспечиваем. Ну, еще у нас все впереди. И неравнодушных людей много. Те, которые хотят помочь. Немножко в нашей области, вот не слышно, я только в Реческом районе, вот обедами помогали через Красный Крест, значит, медикам. Вот хотелось бы еще, может быть, даже таких коммерческих компаний, рестораны, может быть, подключить, чтобы еще больше выходили на нас, на Красный Крест, и мы знаем, куда надо. Потому что как-то вот столичные коммерсанты, они скорее вот сообразили и помогают регионам. Ну, наши пока вот еще раскачиваются. Но я хочу сказать, что много неравнодушных людей, которые перечисляют средства нам на расчетный счет областной организации и с пометкой, значит, на помощь лечебным учреждениям. Поэтому я думаю, что и после этого эфира кто-то найдется такой меценат, который поможет нам, чтобы мы, в свою очередь, помогли другим людям вот в этой деятельности. Да, эта пандемия проявила такую черту нашего народа, готовность прийти на помощь и пусть даже самому, переживая какую-то непростую ситуацию, терпя убытки, думать о тех, кому в эти дни приходится тяжелее и сложнее. Алла Викторовна, если сегодня осмотрят нас люди, которым нужна такая помощь, которые остались одни по какой-то причине, посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться, как сделать эту заявку? Ну, в первую очередь, конечно же, нужно обратиться в районную организацию по месту жительства Красного Креста. Значит, у нас есть сайт, вы можете выйти на сайт, и там все телефоны, все адреса указаны. Плюс еще работает горячая линия 201, она принимает круглосуточно звонки, и с обычного телефона можно позвонить на 112, номер тоже, он доступен, и оставить свою заявку. Очень много к нам приходит заявок, мы с каждой работаем с заявочкой, каждому отвечаем. Ну, вы знаете, что даже и не про пандемию, и не про коронавирус, оставляют заявки различного плана, и мы стараемся каждому уделить внимание и каждому ответить. Спасибо, Алла Викторовна. Есть телефонный звонок у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Я задаю вопрос. Здравствуйте. Почему коммунитарная помощь, и вот акция, которая сейчас проходит в области Добрый Бокс, почему помощь не поступает в областные города? Не сам Гомель, а вот Добровский, Хольнинский район, Калинкельский район. А почему вы так думаете? Почему вы так думаете, что не доходит? Потому что мы звонили в Добровский Красный Крест на прошлой неделе. Нам сказали, что до них эта помощь не доходит. А какая помощь вам нужна? Гомонитарная помощь. Вещи? Продукты? Продукты. Продукты. Спасибо большое за звонок. Будем разбираться. Алла Викторовна. Да, я могу ответить. Вот такая ситуация. Дело в том, что сейчас гуманитарная помощь все меньше и меньше приходит в нашу страну. Даже наши постоянные доноры, которые привозили гуманитарную помощь, это вещи бывшего употребления, немецкий Красный Крест, они в этом году оттянули с визитом к нам. Ну, возможно, что они еще к нам приедут и привезут гуманитарный груз. Что касается продуктов питания, это было всего лишь для тех подопечных, которые обслуживаются у нас постоянно, с сестрами милосердия да помога. Это люди, которые совершенно одинокие, оприкованные к постели, и им действительно в мае была такая помощь, и люди получили. Мы, дело в том, что не можем всем, даже вот если инвалиды первой, второй, третьей группы, всех обеспечить продуктами питания. У них все-таки есть пенсия, есть дети. Мы сосредоточены только на уязвимой категории граждан. Ну, а в условиях пандемии, значит, если вам необходимо, ну, например, маска, либо антисептическое мыло, антибактериальное мыло, значит, вы можете обратиться в районную организацию Красного Креста, и при наличии там вам помогут, если вы не можете приобрести самостоятельно. Вот. Но наша помощь сосредоточена в первую очередь это на те уязвимые категории, которые у нас обслуживаются. То есть это одинокие люди? Это одинокие, которым никто не заходит, больше помочь некому. Помимо вопросов, которые возникли в период пандемии, ведь остались и традиционные направления работы Красного Креста, остались, к сожалению, другие проблемы у людей. Расскажите, пожалуйста, за год работы кризисного центра кто в нем останавливался, какое количество людей получило помощь? Ну, у нас, значит, за год работы где-то около 45 человек. Это люди не просто вот пришел, там, два-три дня побыл, ты ушел ни с чем. Это люди с истории. То есть это люди, которые пришли к нам смесь лишения свободы, пришли к нам с улицы, пришли к нам, например, они были пострадавшие от торговли и приехали с Российской Федерации. Это мигранты, которые приехали и не имеют жилья, и у них кризисная ситуация. Это женщины, пострадавшие от насилия, то есть различные категории, с которыми мы работаем. Это люди, которым больше идти некуда. Больше идти некуда, документов нету, они разуты, раздеты, и они приходят к нам как за последней ниточкой в этот путь жизненный, с которого они сошли. И сколько они могут находиться в кризисном центре? В кризисном центре они могут находиться от месяца до трех месяцев в зависимости от той программы, которая, от того интервью, которое мы с ним проводим. То есть это социализация своего рода происходит, восстановление документов, поиск работы. Значит, мы работаем непосредственно с милицией. Значит, некоторые люди давно теряли свой паспорт и называют чужие фамилии. Вот, все эти значит, моменты мы отслеживаем. Много из других областей. Могилевская область у нас была, Минская область у нас была. Люди потом возвращаются. вот некоторые процент, вот этот, которые вернулись, ну, где-то процентов 30, которые вернулись к нормальной жизни, в социум, которые захотели работать. Даже если это один человек, это уже огромное дело, это уже спасенная чья-то жизнь. Алла Викторовна, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Мои племянницы Белая Настасья, они с родителями, моя сестра, это Белая Наталья Викторовна, проживает в городском поселке Климовки, улица 1-я республиканская, дом 59. Ее дочка, это Белая Настасья, она уже как с рождения 90-го года ее рождения, она не училась и в детский сад не ходила, у нее тяжелая форма энцефалопатии. Можно, чтобы ей по Красному Кресту, по гуманитарной помощи, там шли какие-то поддержки, ну, на семью и на ребенка, там что-то. Поняли вас, нужна помощь. Семья, ребенок с тяжелой инвалидностью. Спасибо большое, Алла Викторовна, такие категории граждан. Безусловно, конечно, опекаем, и нужно обратиться в районную организацию Красного Креста, но я полагаю, что адрес, телефон мне, ваши редакторы сообщат, и я тогда поручу районной организации, чтобы данный ребенок был у нас на учете, и мы изучили их потребности, и по мере возможности мы окажем им помощь. Спасибо огромное. Не столь широко известное направление деятельности Красного Креста, но очень интересное и важное. Это помощь в поиске людей, людей, которых разлучили военные конфликты, какие-то тяжелые жизненные ситуации. Расскажите, пожалуйста, как работает вот эта служба, которая называется «Поиск». Кого удалось найти и кому организовать счастливую встречу? Ну да, даже передача была, вот я напомню, что у вас на телерадиокомпании была передача по поиску людей, по поиску могил, которые были, значит, захоронены в годы Великой Отечественной войны. У нас тоже есть наши земляки, которые отыскали могилы за границей, своих родственников, которые смогли посетить эти могилы, значит, увидеть, где похоронены их деды, прадеды. Вот, эта служба работает, служба Белорусского Красного Креста. Также у нас еще работает служба воссоединения семейных связей, да, потом послание Красного Креста. Вот, в связи с вооруженным конфликтом в Украине очень было широко востребовано послание Красного Креста. Люди писали письма, знали улицу, но эти письма не доходили, потом они через послание Красного Креста, они посылали эти письма, Международный комитет Красного Креста находил эти семьи, которые развалились в ходе вооруженного конфликта. Ну и еще, конечно, у нас есть такой Международного комитета Красного Креста проект воссоединения семейных связей. Это изоляторы временного содержания, которых содержатся иностранцы, которые нарушили административное какое-то правонарушение. И мы, конечно же, помогаем этим иностранным гражданам связаться со своими родными, предоставляем им телефонные карточки, обеспечиваем их одеждой, обувью, потому что задержание иной раз происходило на границе, иной раз просто то или иное законно не нарушили и оказались в изоляторе временного содержания. Ну и дальние зарубежья у нас Республика Конго, вот такие дальние значит Израиль, у нас значит африканские страны, очень много Афганистан, Пакистан, поэтому судеб очень много, историй очень много и когда ты видишь, что твоя работа востребована, ездит специалист в изоляторе временного содержания и человек, который совершенно не говорит ни на английском, ни на русском, на своем языке связывается со своей мамой и мама ему помогает там выслать документы, чтобы он скорее вернулся домой, это дорогого стоит. У нас таких уже очень много мы работаем по этому проекту уже восемь с половиной лет, ну то есть уже девятый год. Алла Викторовна, и во всем мире конечно же Красный Крест помогает беженцам и вынужденным мигрантам. Сейчас с кем работают Гомельская областная организация? Ну у нас сейчас есть беженцы, это значит Шри-Ланка у нас сейчас, затем у нас беженцы из Индии, те, которые собственно говоря хотели наверное все-таки поехать в Европу, ну задержались на некоторое время у нас, они попросили статуса, предоставление статуса беженца, пока они сидят этого статуса, ждут, ну и конечно пока они сейчас находятся в материалах дела, мы помогаем им значит жить здесь, выплачиваем материальное пособие, вот нам в этом помогает управление Верховного комиссариата по делам беженцам, мы их одеваем, обуваем конечно же, потому что ну они приехали совершенно иногда с пакетиком и с кучей детей, которым нужно внимание, дети идут в школу и здесь обучаются русскому, белорусскому языку, некоторые дети уже уезжают от нас, либо возвращаясь домой, либо уже в третью страну, они уже знают очень хорошо русский язык. Да, и они навсегда будут знать о нашей Беларуси, о ее гостеприимстве и о ее людях. Алла Викторовна, есть вопросы, которые пришли к нам на наш портал на Вайбере. У меня есть одежда и обуви, из которых выросли дети, например, ими можно было бы поделиться, как передать их в Красный Крест? Ну, уважаемые телеслушатели, значит, пока мы не работаем с одеждой и обувью, потому что сейчас именно санитарная обработка, и это все требует и людских сил, и времени, и финансовых затрат, поэтому мы сейчас, ну, вообще, это небезопасно, надо в первую очередь сказать, мы сейчас, пока закрыли наши контейнеры Красного Креста возле каждой районной организации, написали вывеску, что пока мы не принимаем, вот, как только закончится у нас вот вот эта пандемия, мы полагаем, что мы начнем прием детской и взрослой всякой одежды, и передача будет произведена тем людям, которые в ней нуждаются, но нужно немножко потерпеть, у нас даже организации некоторые с нами созваниваются, подготовили банк одежды передать, но мы, к сожалению, не можем даже с учетом того, что сами подвергаемся какой-то опасности, поэтому пока мы сейчас рисковать нельзя ни в коем случае. воздерживаемся. Кто может стать волонтером? Есть ли какие-то требования к возрасту и состоянию здоровья? Волонтером может быть любой человек, достигший 18-летнего возраста, вот, состоянию здоровья требований не особенно надо, но физическое, конечно, состояние, чтобы у человека, а самое главное желание, вот, у нас есть волонтеры золотого возраста, это наши пожилые, вот, еще до пандемии у нас великолепные были отряды пожилых волонтеров, и вы знаете, они еще фору давали молодым, поэтому волонтером может быть любой человек, главное желание, вот, который разделяет цели и задачи Красного Креста, направлений у нас так много, что себя можно проявить в любом направлении, где тебе больше сердце подсказывает, ты можешь быть и спасателем, и медиком, и кем угодно, ну, как бы считать себя, и просто прийти поговорить, да, психологом, с которым, причем не имея никакого образования, ты можешь пообщаться, да, с любым человеком, и главное, помочь этому человеку. Похоже, вопрос, что нужно сделать, чтобы стать членом Красного Креста? Членом Красного Креста, значит, членский взнос у нас 10% базовой величины, да, до 1% среднемесячной заработной платы, у нас, конечно, высокий наш членский взнос, платят медицинские работники, и, конечно, наше образование, учителя, за что мы им огромное спасибо, это наша интеллигенция, которая они постоянно, как только вот мы, собственно говоря, перешли на фиксированное членство, это 100% членство в двух, значит, направлениях. Членом Красного Креста может быть любой гражданин, вот, даже с ноября месяца, даже иностранный гражданин, немножко изменения там в законе произошли, да, поэтому, пожалуйста, приходите, вступайте, будьте нашими членами общества и помогайте другим. Рады всем. Есть еще вопрос, кто может рассчитывать на помощь Красного Креста, об этом мы сегодня говорили, люди, которым больше рассчитывать не на кого, обращаются в Красный Крест. Алла Викторовна, спасибо огромное за сегодняшний диалог, спасибо от нас, от телерадиокомпании, вашим сестрам милосердия, вашим волонтерам, которые в это время заботятся не о себе, а заботятся о других людях. Спасибо. Член Совета Республики Национального Собрания Беларуси, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, Алла Смоляк, была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, берегите себя, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова